Мы находимся сейчас в квартире человека, который себе оставил очень хорошую память, Флигий Анкель Шлёмович, человек, о котором можно очень много говорить и очень интересно о нём говорить. Но я лучше всего обращусь к документальным материалам. Мой отец, Флигий Анкель Шлёмович, родился в 1920 году в селе Андре Иваново Одесской области. После окончания военного училища, пехотного училища, служил в армии, воевал. В 23 года он уже был командиром пехотного батальона и в 23 года он был награждён орденом Александра Невского. Я хотел знать подробно, за что отец получил орден Александра Невского. Из рассказов он очень скромный человек, не всегда подробно всё рассказывал. Я обратился в Министерство обороны России, в архив, и мне прислали документы, которые говорят о том, за что отец получил мой орден Александра Невского. Прочите, я только прочитаю несколько слов о том, за что он был награждён орденом Александра Невского. Товарищ Флиг участвует в боях с первых дней Отечественной войны, был ранен 6 раз, из которых 3 раза тяжело. Командую батальоном, первый ворвался в город Осовец и здесь же получил тяжёлое ранение. За умелую организацию боя, проявленное геройство и самоотверженность в борьбе с врагом, достоин награждения орденом Александра Невского. Его, это я зачитал из награжденного листа, его наградили этим орденом. Затем он продолжал службу в армии, в целом он служил 25 лет в армии. И, к большому сожалению, после его смерти, а он ушёл в 2006 году, в ноябре, вскрылись новые детали его интересной жизни, его интересной биографии. Случилось это недавно, в конце 2007 года в России и в других странах мира прошёл фильм, который называется «Ликвидация». 12-серийный фильм, который получил высокий рейтинг и о нём очень много говорят в прессе, в печати и до сих пор его вспоминают. Дело в том, что в этом фильме два главных героя – Маршал Жуков и Давид Маркович Гоцман. Я, когда посмотрел этот фильм, заинтересовался этим фильмом, вошёл в интернет, и вдруг, к моему удивлению, я прочитал, что один из героев, прототипов героя, Давид Маркович Гоцмана, является мой отец. Это заставило меня ещё раз посмотреть внимательно его документы, его биографию. И что я обнаружил? Опять-таки, через Министерство обороны, я попросил, чтобы мне прислали его послужную карточку, я обнаружил, что действительно в 1946 году мой папа служил в Одесском военном округе на должности начальника, я, правда, не могу расшифровать это, ПСО, начальник ПСО. Но факт в том, что в этот период, когда командующим округом был маршал Жуков, мой папа служил там. И что действительно, что после того, после службы в военном округе, папа был призван в Одесский отряд по борьбе бандитизма. И сейчас, когда я читаю газеты через «Комсомольскую правду», называется «Комсомольская правда», «Был ли Гоцман» газета, ещё газета «Культура», «Гоцман уехал в Канаду» и другие газеты, потому что сейчас очень много по этому поводу прессы. Идёт изучение этого фильма, подлинности этого фильма, действительно ли были такие события. И в этих поисках постоянно вспоминается мой отец, так и пишут, сотрудник специального отряда по борьбе с бандитизмом, Ян Кичлёмович Флик. Я принёс сюда, когда я начал изучать фотографии, я обнаружил фотографию, где стоит отряд, Одесский отряд по борьбе с бандитизмом, и второй на снимке после командира стоит мой отец, майор Флигий Анкель-Шлёмович, замситель командира оперативного отряда по борьбе с бандитизмом. И подробности папа никогда не рассказывал о своей службе. Теперь, когда его уже нет, мама вспоминает эти годы. Годы были тяжёлые. Преступность в городе Одессе была без границ. Мама сейчас вспоминает, что папа днями, ночами отсутствовал дома, постоянно находился на службе, часто приходил в изорванной одежде, расстрелянной одежде, расстрелянной одежде. То есть, всё, что в фильме показано, естественно, это художественный образ, образ литературный, вымышленный, но, естественно, что Госфон Давид Маркович, это не точно копия моего отца. Да, кстати, его играет Владимир Машков прекрасно. Но, тем не менее, нам, нашей семье, очень приятно, что прошло столько лет, мы уже 17 лет не живём на Украине, в городе Одессе. Там до сих пор помнят, когда приехали корреспонденты проводить исследования, кто же мог быть прототипом этого героя. Но там вспомнили, что таким прототипом является флиг Янки Шлёмович. Названы ещё другие фамилии, и нам очень интересно, нам очень приятно. Жалко только, что отсутствует сегодня отец, мог бы услышать о своём прошлом. Я жена флиг Янки Шлёмовича, Сима. Знакомы были мы со школьной скамьей, и поженились мы в 45-м году. Едва ли окончилась война, и прожились им 61 год. Но муж жил и родился в небогатой семье. Семья была голая. О чём писали уже отдельные статьи, были в газетах, в журналах, журналисты писали. Отец пешком пришёл для того, чтобы видеться с сыном, прошёл 100 километров с коровой рука. Привёл одному богачу в Одессу. И пришёл в училище в Одесское, тогда, когда вызвали его, и не успел он поговорить с сыном, и тут же тревога, и объявилась война. Родители расстреляли, никого почти не осталось. Остался один брат, который по фамилии Шевчук прятался, и сестра. Сейчас уже никого нет. Ну всё, большое спасибо за внимание к нам, что вы пришли. У меня написана книга, мемуары нашей семьи, для того, чтобы дети, внуки, все знали о всём, что мы прошли. Войну и всё то, что рассказал, это не расскажешь. В одном рассказе это тяжёлая жизнь. И в заключении своего короткого рассказа я хочу поблагодарить Амуту, её руководство, успешной абсорбцией, за внимание к семьям, проживающим в Нахальбеке, к семьям ветеранов, участникам войны, пожилых людей, за то внимание, которое они оказывают. И тот факт, что сегодня в этом доме есть возможность вспомнить такого человека, как Лиги Ангель Шлёмович, действительно заслуживает большой-большой благодарности. Спасибо. Продолжение следует...